Ну что, привет всем нашим! И сегодня у нас первый выпуск в новом 2020 году. Друзья, завершились новогодние праздники, а что это значит? Что это значит? День работы. Совершенно верно! Наша команда выходит из отпуска и сегодня у первой группы футболистов медицинское обследование. И мы покажем вам немножко внутренней кухни того, как команда проходит медицинский осмотр. Пообщаемся с ребятами, спросим, как прошел отпуск, как они провели Новый год и узнаем, какое у них настроение в преддверии старта очередной предсезонки. Ну что, друзья, готовы? Тогда поехали! Александр. Здравствуйте. Как ваши дела? Опять меня вышло. Да, пошли. Как провел Новый год, расскажи. Отлично. Чем занимался новогоднюю ночь? Отмечал Новый год в семейном клубе. Что подарили? Ну, да. Игорь, и честно, как есть. За меня деньги. Деньги? Да. И куда потратишь эту сумму? Савтожил. На свадьбу будущего, возможно? Конечно. Видел тебя в межсезонье, как ты забивал пулю. Причем, что самое интересное, ты играл в одной команде вместе со своей папой. Дедушка был на Уровке, если я не шутбать. У вас вот прям семейный подряд. Конечно. Все вместе ходят на футбол еще и пулю вместе забиваете. Да. Как бы, блин, если возможность есть, почему нет? Еще и мама была на Уровке. На трибунах. На трибунах. То есть у вас вся семья полностью всегда вместе. Да. Ну, это очень круто. Так, флор, офтальмолог, невролог, стоматолог. Это нормально было. А, еще УЗИ сердце. Покажи, что хорошо. Сейчас мы знаем. Эдгар. Здорово. Здорово, Санчин. Самый опытный предвидитель нашей команды. Как Новый год пошел? Ну, нормально. Без нарушений? Все, типа, спокойно. Спокойно сходи. Ну, у человека с таким опытом, конечно, по-другому быть не может. Что получил в подарок? Деда Мороза. Деда Мороза, да. Что получил? Стандартно. Стандартно? Да. Ничего, стандартно ничего. Стандартно ничего. Почему-то Деда Мороз не любит Эдгара. Да. Когда Инстаграм заведет? Самый главный вопрос. Никогда. Как-то у нас кто-то был прямо у всех печенков. Печенка? Вот это да. Кто бы мог подумать, после Нового года болит печенка. Не после Нового года, а после сборов. После сборов? Нет, ну, тоже совсем странно. Да. Отболистов. Мы не знали, что делать. Вот это парни готовились, конечно. Максим, ты что потерял? Что вам помочь? Анализ мочи нормально. Что, нормально? Точно так? Да, да, нормально. Сейчас проверишь, что после Нового года не было. А то мы зашли на УЗИ, там сказали, бывают проблемы у пацанов после сборов с печенью. Не, не, у меня такое такое такое. Старая гвазия. Ну что застали? Что тебе рассказать? Как нас вас встретил? Нормально. Что получил? Это подарок для Деда Мороза. Так его же нет. В смысле нет? Деда Мороза не существует. У тебя сын растет, а ты такие вещи говоришь. Так сын же еще не понимает. Первый футболист, который поехал не на море, а профилакторий. Какие процедуры проходил? Чем оздоровлялся? Ты в камеру смотри. Грязелечение. Грязелечение? Да. Что подлечил? Колени, колени. Для вратаря самое главное колени, правильно? Да. А здесь футболисты? Есть, есть. Кто еще? Где еще футболисты? Футболисты здесь есть вообще? Вот идет в Индии. Так, вот первый футболист пошел. С такой-то фамилией, естественно, грех не зайти. Раздеваемся. Самый раскаченный футболист. Да, ну конечно. Что я раскачу? Ты же не стесняешься, ничего. Да, пояса и обувь. Что за американский мальчик? Я скромный сам. Ты скромный? Он звезда, Родионов, да? Он звезда, он еще молодой перспективный, он еще так рвется наверх. А, восходящий? Да, восходящий. Звездочка, если получится. Он шубился хорошо и здоровьем было себе. Кира, ну выглядишь неплохо, лишнего вроде бы нету, да? Семеновика. Неужели Новый год без Оливье прошел? Работал. Работал? Настройки что ли? Да. Ну, судя по Инстаграму, у тебя был самый крутой футболистов Митц Клодинамо. Ну, если не брать наших легионеров. Все-таки хорошо съездил на море. Да, на море отдохнул, ну там 8 дней буквально и все. А так, в Минске, там, тренажерные туда-сюда. Как на морях? На морях нормально, хорошо, тепло. Отдохнул душой. И телом? И телом, да. Самое главное. Как Новый год провел? Новый год дома был. Дома, потом там немножко сходили с друзьями. Немножко? Или без этого, да? Да, без этого, куда уже там недосмотр, все это уже опасно. Какой подарок получил? Подарок? Да, в принципе, не получал никаких подарков. Люблю дарить. Какой подарок подарил ты, вот самый крутой? Кому и что подарил? Подарок, ну, пускай, это в Тане, наверное, останется. Девушка, наверное, да? Ну, она знает, если там. А, все, у Макса появилась девушка. Так, все, девушки. Забудьте про Макса, отписывайтесь от него. От его инстаграма, он вам больше не будет ставить лайки. Да, не, наоборот, подписывайтесь там. Ты будешь девушку, типа? Не, ну, что, пускай подписываться все равно. А, потом, да, ну, как бы надо смотреть на перспективу, молодец. Скажи, короче, как она выглядит, все, как у вас, как смертно. Самая главная пометочка опять, идти на веру. Халя, как прошел мой год, расскажи. Спокойно. Самый мой любимый футболист. Сколько лишнего набрал? Нисколько. Нисколько? Конечно. Работу делали. А сейчас мы поздем. Артем Викторовича Челядзинского. Ответственно выполнил? Конечно. Ну, смотри, сейчас мы зайдем к врачу, проверим, что у тебя там по верху. А по печени тоже есть вопросы, могут вопросы, да? Нет. Нет, я сразу так заулыбался, вверх глаза в сторону. Какой подарок получил, Деда Мороза? Никакой. Да, блин, что же у нас за команда такая? Деда Мороза. Никто не верит, Деда Мороза. Почему? Надо верить, что? Наша жизнь по-другому не как. Нужно верить в лучшее, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Деда Мороза. А какой ты подарок сделал? Я? Да. Никакой. А уже маме кошелек подарил. Кошелек подарил? Да. Телефон с братом подарили. Какой ответственный сын. Молодец, твоя гордость за тебя берет. Конечно. Отлично. Можно баночку мальчику взять? Баночку можно ему дать? Все, камеру вырубай. Возьми баночку. Где все? Там мужчина. Все, иди. Три камеры. Сейчас мужчину за панель. Итак. Ты взял баночку дальше. Тёма, Тёма, будь кошкурен. Не говори ничего. Я все искам проеду. Ту-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Умирали. Те, кто на проверку идут зубов. Сами, как зубами. Пусть Нового года. Минус два. Минус два. Хорошо отъездил, да? Но не у меня. А у кого? Халя. Артём, много кушу сладкого на Новый год? Нормально. Сейчас мы все проверим. Сейчас мы все узнаем. Плохо чистим? Ну все, он емно. Ну взрослый парень, а? Нет, он чистим, но надо подкорректировать. Для того его и смотрим, чтобы нести корректив. Кто у вас там последний накопит весь? Прошу, какую накопать? Ну я послушаю. Юрий, этот год ты провел в аренде в замечательном городе Гульнице. В отличном футбольном клубе Гранит. Как оно было, расскажи. Нормально, нормально было. Все нормально. Как бы уже не первый год, так что все нормально в целом. Ты уже был такой, как Рекс в этом году, да? На опыте. Да нет. Так уже не будем, так и слова говорить. Ну нормально, уже привык, скажем так. Так что не впервые уже было. Ну два сезона в первой лиге, я считаю, это уже достаточный возраст для того, чтобы обрасти каким-то опытом, чтобы сейчас вот на этом сборе себя показать. Будем надеяться, будем надеяться, что так оно и будет. Какой-то уже сбор будет по счету Сосновой для тебя? Сосновой. Наверное, где-то пятый. Моя попытка номер пять. Да, да, да точно. Так что, Юрий, с удачей тебе. Спасибо, спасибо. Желаю тебе проявить себя на этом сборе максимально пульсной стороны, чтобы легендарная связка нашей Академии Швейцов-Крайпо в центре Абала вновь себя вспомнила в нашей команде, да. Все получается? Да. Сколько прошло? Осталось сложно. Хорош. Привет. Дорогая. Как дела? Нормально. Как на Новый год отметил? Нормально. С семьей дома. Рекс, ну предположи, то, что на Новый год для себя главным подарком было, это та премия, которую ты получил перед Новым годом. Да, я не знаю. Сколько тебе дали денег? Сертификат? Сертификат, да. Филка шокер? 30 рублей. На что вы потратили? Бампу купил. Бампу купил? Да. Темпа. Генн, хороший банпу продал? Хороший. У него там все качественное. Качественное. Родители были довольны? Конечно. Гордились? Да. Потом себя избирал. Пошло. Пациент жив? После Нового года. Какие-то страшные звуки у тебя оттуда. Знакомимся поближе с обладателем самого дальнего удара при выносим мяча из аута. Игорь Заяц. Чемпион Беларуси, кстати, среди дублей. И почти в первой лиге, правильно? Почти. Как в прошлом году прошел твой сезон в Смаревичах? Я считаю, это довольно хорошо. На самом деле у вас очень неплохая команда. Да, была. До последнего боролись за чемпионство. Но Костя Кучинский потом при этом отдельно передавил тебя, что-таки немножко сделал. Ну, в целом, вообще как ты считаешь, что тебе это полезно? Я считаю, что для меня это был полезный год. Потому что я все игры отыграл почти. Я получил опыт. И это сразу видно. Уровень между дублем и первой лиге. Немножко поднабрался. Да, да, да. Запад набрал усик и отпустил. Все как положено, да? Это был простой тест на столбую палач. Или человек, ведущий здоровый образ жизни. Не выводим настроение здесь. Первое интервью на Динамо ТВ с нашим первым новичком в этой сезоне. Миша Коглов. Миша, как дела? Как отпуск провел? Расскажи. Ну, дела отлично. Отпуск провел дома. Чтобы никуда не выбирался. Потому что ребенок маленький. Так, хорошо. И приболевший был. Поэтому лечили дома, в семейной атмосфере. Спокойно заключил все болячки. И готов помочь новой команде. И себе добиться желаемых успехов. Ну, я думаю, наверное, один из самых главных подарков для себя под Новый год был. Это вот именно контракт. Ну, да, конечно. Очень приятный и хороший подарок. Более под Новый год. Подписал контракт уже. Так скажем, входил в Новый год. С чувством определенности. Да, с чувством определенности, да. Что, слава богу, и есть команда, и хорошая. Топ-клуб нашего чемпионата. Новый уровень. Хочу себе попробовать, конечно. И в новом коллективе. И с новым тренером. С новым руководством, со всеми, с администрацией команды. С всеми будет приятно поработать. Новый пожелаем Мишане удачи, чтобы у него все получилось. И дай бог только победы, чтобы у нас были. Спасибо. Пальше нормально все получилось? Да, вроде получилось. Отлично. Отлично. Бабушка, оденете, вы зайдете. Две очереди. Две очереди. Да, заходите. Ага, здесь раздевайтесь, пожалуйста. Так, Ванечка, показывай, сколько лишних у тебя. Что-то не надо пока снимать. Нет, здесь надо, здесь нам разрешили. Так, что снимать? Носки. До пояса и носки не снимай. Не, носки, поставь. Да нет, снимай. Нет, все, сейчас проверка. Так, сколько у нас тут лишнего? Нет, лишнего нет. Вроде лишнего нет. 200 грамм набрал завод. Всего лишь 200 грамм? Да. Солидно, солидно. Загорел, сам загорел футболист по мазе. Ну, после Данилы. Да нет, уже загорел, слез. Уже слез? Был загорел. Это какой, тайский? Конечно. Не, ну нормально, кстати, смотришься. Смотришься? Да. Да, прикольно. Спасибо. Люсь. Света норма. 53, 76, 5. Придите, дякую вам. Мальчик, здоров? Здоров, конечно. Ай, ты умница. Видишь, какой здоровый у нас мальчик. Для чего вам это съемка? А мы снимаем, как наши футболисты проходим на смотре каждый год. Так, ну что? Да, болельщикам интересно. Болельщикам? Внутренняя кухня, так сказать. Да, конечно. Болельщикам интересно тренироваться. Им все интересно. Им только дай волю, будет все интересно. Стали на пятки, на пятках прошли вперед. На пятках. На пятках? Угу. На носочках. Порожка показывает. Хорошо. Чем вы лечите? А, сделать? Какой? Амаклаб, Аспамокс, Азитрамицин. Да, да, Азитрамицин. Вот таких названий не знаю, страшно. Платье, как дела? Отлично. Как лапу спройду? Спокойно. На отдыхе. Где был? Куда ездил? Так, по Минску катался. И все? Ну, у меня вопросы с универомыми было решать. Вот, молодец. Ответственный студент. После Нового года, пока вся команда отдыхала, ты успел сделать доброе дело. Съездил в детский дом. Как это было, расскажи. Это было празднично, красиво. Мне понравились такие, мне нравятся такие мероприятия, потому что связаны с детьми, связаны с благотворительностью. И детишки на тебя там вешались, прям вообще. Мне кажется, надо почаще делать такую благотворительность, потому что это для детей радость. Ну и пожелаем всем футболистам нашей команды брать пример с Влада, потому что на самом деле дело хорошее, помогать детям, что может быть лучше. Шагали мы по отделению, вот что интересно увидели. Заведующий хирургическим отделением. С фамилией бывшего Тинамаса. Может, родственник? Друзья, ну примерно вот так вот выглядит медицинский осмотр у футбольной команды. Сегодня у нас была только первая часть. Это в основном молодые футболисты и белорусы. Легионеры же проходят осмотр в среду. В понедельник же в стаках состоится первая тренировка и общекомандное собрание. Ну а в четверг мы вылетаем в Сочи. Друзья, подписывайтесь на наши социальные сети, следите за нами, смотрите Динамо ТВ. Это межсезонье обещает быть интересным. Обещаем! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!